Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о реактивном движении. В этот раз он будет посвящен устройству, которая известна обычно под названием вертушки Феймана. Но описание этого устройства восходит еще к книжке Эрнста Маха «Механика». Вот картинка из этой книжки. И Мах спрашивает, ну понятно, что если мы будем выдувать воздух из этих согнутых сопел, то вертушка будет вращаться в противоположном направлении. А что будет происходить, если мы будем наоборот всасывать воздух через сопла? Куда она будет вращаться? Именно вот эта постановка, только уже не с воздухом, а с водой, описывается Фейманом в его знаменитой книжке «Вы конечно шутите, мистер Фейман». Фейман рассказывает о спорах, которые вели ядерные физики в лаборатории в свободное время. И все говорили, что совершенно очевидно, куда будет вращаться вертушка. Кстати, вот мы тоже такую вертушку сделали, правда, мы будем опыты делать с воздухом. И одни утверждали, что теперь она будет вращаться в противоположном направлении, потому что она всасывает в себя воздух, ну и сопла как бы движутся воздуху навстречу. А другие говорили, что нет, она будет вращаться ровно в том же самом направлении, как и при выбрасывании воды или воздуха соответственно. Ну, их аргументы мы обсудим чуть позже. А сейчас мы сделаем свой опыт и посмотрим, куда же все-таки будет вращаться вертушка. А теперь мы подключим нашу вертушку к пылесосу, который может работать как на выдувание, так и на всасывание. Ну и сначала сделаем опыт с выдуванием. И здесь результат очевиден. Вертушка работает в сторону, в противоположную направлению выбрасывания воздуха из сопел. А теперь я переключу шланг так, чтобы пылесос работал на всасывание. И вот я включал пылесос на полную мощность, а вертушка не вращалась ни в одну, ни в другую сторону. И именно это не вращение вертушки нам и надо объяснить. И первое объяснение этого опыта основано на том, что вытекание воздуха из сопла и его втекание в сопло происходят не одинаково. Воздух из сопла выбрасывается направленной струей, которая уносит некоторый импульс. А раз импульс уносится, то колену вертушки должен сообщаться противоположный импульс, так что вертушка будет вращаться в противоположном направлении. А вот втекание воздуха в сопло происходит не направленной струей, а так, что воздух втекает в сопло со всех сторон. Поэтому никакого импульса снаружи не привносится и вертушка никуда не вращается. А теперь настало время вернуться к доводам тех людей, которые утверждали, что вертушка и на выбрасывание жидкости и на всасывание будет вращаться в одном направлении. Они утверждали при этом так, пусть жидкость выбрасывается из носика вертушки, из сопла. Ну тогда за счет чего возникает реактивная сила? И мы с вами уже знаем, что она возникает за счет того, что жидкость вот здесь поворачивает, ну соответственно давит на внешний обвод, эту силу давления на внешний обвод я обозначу стрелочкой. У этой силы есть компонента, направленная против вылетающей струи. Эта компонента и раскручивает вертушку. Но, говорили они, давайте теперь рассмотрим случай, когда жидкость втягивается. Ведь теперь снова есть вот такой поток и значит снова жидкость напирает на внешнюю стенку, на внешний обвод и эта сила ровно такая же, но у нее снова есть вот эта компонента, которая будет давить и вроде бы она должна раскручивать вертушку туда же. Однако мы с вами видели, что в опыте этого не происходит и по-видимому в этих рассуждениях есть какой-то изъян. И вот будет здорово, если вы сейчас остановите видео, попытаетесь над этим подумать, напишите свой комментарий, а потом посмотрите на мои рассуждения. Да, действительно, центробежная сила действует со стороны воды как при втекании, так и при вытекании. Но у этих течений есть и отличия. При втекании вода всасывается в трубку давлением меньше атмосферного, а при вытекании она загоняется в трубку давлением больше атмосферного. И разгон воды при втекании происходит на внешнем входе в трубку, а при вытекании на внутреннем входе в трубку. Поэтому при втекании давление в трубке меньше атмосферного, а при вытекании равно атмосферному. Получается, что на трубку со стороны вытекающей воды действует только центробежная сила, а вот со стороны втекающей воды, Кроме центробежной силы, на изгиб трубки будет действовать еще одна противоположно направленная сила, возникающая за счет разности внешнего и внутреннего давлений. И поэтому при вытекании вертушка вращается, а при втекании остается неподвижной. И вот в этом бы месте я и остановился. И сказал бы, что такая вертушка в прямую сторону может вращаться, а в обратную сторону вращаться не может. И мы все объяснили, но на ютубе имеется видео Вольфганга Рёкнера из Гарвардского университета, у которого построена такая вертушка на очень качественных подшипниках. Вообще все сделано, вот что называется тип-топ. И эта вертушка вращается как в прямую сторону, так и в обратную. Правда в обратную она вращается 8 раз медленнее. Но все равно довольно быстро. Мы попытались сделать что-то подобное, но наша вертушка, к сожалению, на наших подшипниках сейчас переделанная, все равно может вращаться только в прямом направлении. А закрутить ее в обратном направлении отсасыванием нам так и не удалось. Ну, в общем, поэтому вопрос висит, каким образом возможно, чтобы вертушка вращалась и в обратном направлении тоже. Еще к этому видео Вольфганга Рёкнера имеется и статья. Я на эту статью поместил ссылочку под видео. Ну, в общем, вопрос открыт, и с ним надо разбираться. И даже из статьи у меня не сложилось как бы окончательного представления о процессе отнюдь. Ну, поэтому я предлагаю подумать вместе. И ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к нашему ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok